здрасте всем меня зовут олег новиков и сегодняшняя история про очень необычного звереныша сразу хочу предупредить что с малышом все хорошо поэтому не переживайте у на стране есть два центра который занимается дикими животными и птицами и одному из таких центров я помогаю так вот к ним позвонил человек который рассказал что у него на участке бегает какой-то дикий суслик что-то маленькое и он сказал что по моему он ищет маму я получил это сообщение от ребят с номером телефона мы с адресом я позвонил этим людям они рассказали что у них есть дом в городе и на участке бегает какой-то маленький звереныш естественно что он не домашний позже он прислал видео на котором было видно как маленький звереныш пытается спрятаться это был доман или как его еще называют скалистый кролик он был очень маленький ну просто совсем малыш я сказал что еду к ним и попросил их если они его еще раз увидят чтобы они накрыли в аккуратной коробкой некоторые люди очень сильно боятся диких животных если животное большое то боятся чтобы не укусил а если маленькая боятся заразиться какой-нибудь болезнью и наверное это хорошо пусть боятся чем меньше люди трогают диких животных тем для них это лучше я имею ввиду для животных я приехал по указанному адресу позвонил по телефону человек радостно мне сказал что олег у меня получилось у меня получилось закрыть его и положить его в коробку это была хорошая новость потому что не нужно было теперь бегать по участку и ловить его он сказал что может вынести мне его к машине если хорошо и остался его ждать сижу я его жду и вижу такую картину идет человек и несет такую маленькую коробочку коробочку из-под фиников он увидел мое удивление по поводу коробки и сказал что это то что у него было под рукой я переложил малыша в картонную коробку побольше он тут же забился в угол от страха но через какое-то время он успокоился я слышал как он бегал по коробке и издавал звуки похожие на свист что-то у нас вообще он издавал огромное количество разных звуков интересных но в основном эти были это было что-то похоже на посвистывание вот он кто опа это его зовут доман он дикий зверь и он родственник как бы это смешно не казалось он родственник слона да да вот того самого слона вот он какой это маленький малыш история вот такая он потерялся от мамы судя по всему бегал около людей они пытались его два дня как-то поймать сейчас везу его центр животных диких и там его уже покормят и посмотрят что с ним он вроде цельненький не не побитый вот он доман это родственник слонов вот я держу слона на руках практически и он так берещит ну не хочется сидеть маленький он совсем ребенок они не очень большими вырастают это такой как но меня не буду держать его долго на руках я расскажу потому что не привыкает не привыкает к рукам а я расскажу потом про него сейчас расскажу после того как малыш немного успокоился я взял его на руки посмотрел он не на нем не было повреждения он был целенький я послал небольшое видео и сообщение ребятам о том что с малышом все в порядке и мы по дороге к ним и будем примерно где-то через час что это за зверь такой этот доман или как его называют скалистый кролик хотя он даже близко не кролик на самом деле доман ближайший родственник слона и это не шутка это на самом деле так их пути разошлись очень давно много миллионов лет назад у африканских слонов и доманов есть общий пред доман бывает горный древесный скалистый отличаются не друг от друга средой обитания окрасом и немного размером но в принципе нет огромной разницы между ними живут они в основном в африке южнее сахары в сенайском и аравийском полуостровах в израиле и в сирии зверек которого держу в руках это скалистый доман или как его еще называют капский доман вообще очень странно осознавать что дома на родственник африканского слона но это на самом деле так этот зверек не имеет ничего общего с грызунами и тем более с кроликами живут доманы группами иногда очень немаленькими до 80 особей продолжительной жизни 10-12 лет доманы днем греются лежа на камнях стараясь повернуть лапки к солнышку таким образом они греют ладошки ну то есть подошвы лап ночью спят прижавшись к друг другу сбиваясь в тесные кучки чтобы согреться таким образом они поддерживают нужную температуру своего тела кормятся они в основном травой и листьями кустарников корешками интересно что на доманов не действует яд некоторых несъедобных растений доманы могут долго обходиться без воды воду они получают из трав и из листьев что касается потомство беременность самки семь с половиной месяцев это очень долгий период для животных таки такого размера детенышей обычно от 1 до 3 бывают и больше но обычно 3 они рождаются уже покрытыми шерстью и сразу за могут видеть им нужно всего несколько часов после рождения чтобы начать самостоятельно двигаться и выходить из норы примерно через две недели они начинают питаться самостоятельно растительным кормом но мама все равно продолжает кормить малышей молоком примерно еще полгода доман считается взрослым примерно в полтора года длина тела взрослого звереныша может доходить до 55 сантиметров весит такой мини слоник до 4 килограмм самцы немного крупнее самок у дома на верхней части челюсти есть два зуба которые растут всю жизнь как бивни у слона часть скелета тоже очень похожи в общем доман больше слон чем кролик у доманов очень необычные лапы на передних лапах у них 4 пальца на задних 3 есть плоские ногти и это именно ногти не когти доман не использует ногти для того чтобы цепляться за скал или лазить по деревьям когда я первый раз увидел лапы домана у меня был один вопрос как это вообще возможно как с такими лапами он может так быстро передвигаться по скалам практически по отвесным как это вообще возможно весь секрет в подушечках на его лапах кожа на лапах оснащена специальными железами которые выделяют специальное вещество можно сказать что это как бы так сказать это такой липкий пот и это кроме того что подушечки на лапах играют роль присосок поэтому такой тостак так быстро бегает по скалам он как бы прилипает к камням он конечно не может приклеиться к потолку прилипнуть потолку и висеть но по крутому склону они бегают довольно таки быстро когда я рассматривал его лапы они не были ни мокрые не липкие наверное он не собирался от меня убегать а если серьезно я хочу сказать что у домана на самом деле необыкновенные лапы ведь я не видел такого строения ни у одного звереныша вот такой вот интересный скалистый кролик слон доман пока мы ехали малыш уснул я уже не слышал чтобы чтобы он бегал и не слышал от него никаких звуков но как только мне звонил телефон и я начал разговаривать он тут же вклинивался своим свистом сразу начинал подсвистывать он уже не бегал он лежал в закутанной футболку но при этом оттуда он свистел ну-ка такой лежал под одеялом и свистел наверное его свист с доманнего означал типа тихо дай поспать ну или что-то в этом роде вот так потихоньку мы доехали до центра предвижу следующий вопрос что будет дальше я отвечу что будет дальше и ему нельзя трогать диких зверя руками если звереныш в будущем возвращается в дикую природу то руками его трогать нельзя его можно трогать руками только при крайней необходимости такой как лечение кормления или обследования только так он не должен привыкать к рукам человека почему потому что как бы грустно не казалось но человек для него он враг и место обитания человека тоже очень опасно для дикого звереныша поэтому чем дальше он будет от человека тем безопаснее привыкнув к человеку он вряд ли сможет продолжать жить в дикой природе. Что будет с малышом дальше? Следующие три месяца он будет жить в центре дикой природы и потом его выпустят на волю. Конечно, не в том же месте, там, где его нашли. Никто не будет выпускать его в городе. Его выпустят в безопасном месте, подальше от людей. Там, где уже живет колония этих прекрасных зверьков. Хочу сказать, что через два дня ребята принесли еще двух таких же доманов с другого места. От такого же возраста, как и он. Поэтому следующие три месяца им будет не скучно вместе отъедаться. Почему нужно ждать три месяца, а не выпустить их сейчас? Ведь с ними же все нормально. Все очень просто. Нужно, чтобы они набрали вес. Чтобы они не стали добычей хищной птицы. Обычно малышей обороняет мама, поэтому для них сейчас чем больше они будут, чем толще они будут, тем лучше для них. Малыш остался в центре дикой природы. Теперь за него можно не переживать. Мне очень нравится это место. Ребята настоящие профессионалы и очень любят животных, поэтому можно абсолютно за него больше не переживать. Вот так закончилась эта история про очень необычного звереныша. которого зовут Даман или скалистый кролик. В общем, который родственник слонов. Ну вообще невозможно поверить в это, но это на самом деле так. Очень забавно. А что касается лап, я обязательно узнаю. Вот все равно непонятно, как у него прилипает, не прилипает песок на лапы после того, как он бегает по камням. Как он потом может карабкаться? Это надо обязательно разобраться. Что-то тут непонятное. В общем, очень уникальный зверь. Все. На сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!